Современная церковь все больше боится отторжения обществом. Современная церковь боится лишиться своих прав и свобод, боится изгнания. Мы болезненно реагируем, если общество нас не принимает, мы добиваемся своих прав. Мы как бы в свободной стране, мы для этого сюда ехали, мы в принципе мало чем отличаемся от секс-меньшинств, которые тоже добиваются своих прав. Мы хотим иметь свои права, мы хотим поменять права и законы, которые не совпадают с нашими законами. И удивляемся, почему это общество нас не любит. Я вам отвечу, почему. Это ответ Христа. Иоанна 15, 19. Вопросы сейчас закончатся. Две строки и вопросы исчерпаны. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А поскольку вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир, и вы с этим ничего не сделаете. У нас природа разная». И вроде бы эти все призывы общества, что нам нужны здоровые люди в обществе, нам нужны порядочные, честные, ведущие трезвый образ жизни, все это болтовня. Как только ты начинаешь демонстрировать свое благочестие, тебя не любят, ты инакомыслящий, ты мешаешь, ты забираешь комфорт. Сколько этого насмотрелся в России, когда каялись люди. Человек пить перестал, воровать перестал, ругаться матом перестал. Все родственники проснулись. Что-то с тобой не то. Человек стал уверен жене, не изменяя, но не то. Всем было комфортно, сейчас некомфортно. Поэтому Христос очень понятно объяснил, почему вас мир ненавидит, потому что вы Ему не принадлежите. Аллилуйя! Вы Ему не принадлежите. Но церковь пытается все-таки быть признанной и из-за этого часто проигрывает, потому что идет на компромиссы. Но что делает Господь? Две стороны одной и той же монеты. С одной стороны нас общество выталкивает. Пауза маленькая, простите, маленькая пауза. Если ты не переживаешь никогда никакого конфликта с окружением языческим, светским, ты в проблеме. Что-то с тобой не так. Конфликт обязателен, он неизбежен. Само ДНК тебя выдаст. Павел сказал, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Не обсуждается. И не сыны света гонят сынов тьмы за их порочную жизнь, но сыны тьмы гонят сынов света за их благочестие. О благочестии я уже сказал. По Иакову это чистое и непорочное житье. Это хранит себя неоскверненным от мира. Поэтому конфликт неизбежен. Модель поведения, которую ребенок наблюдает в жизни отца и матери, формирует его мировоззрение и его образ жизни. Следовательно, родовое проклятие – это результат влияния неблагополучной семьи, в которой вырос человек, где перенял поведенческие нормы своих родителей. Вот библейское объяснение родовым проклятием. Но у каждого человека есть возможность и есть власть выбраться из этой глубокой колеи. Бросать тень на предков, объясняя все свои беды и несчастья – это небиблейское определение родовых проклятий. Небиблейское. Я сам несу ответственность за свое поведение. Библейское понятие родовых проклятий заключается в том, что по вине отцов у меня сложилась вот так жизнь, потому что мое мировоззрение сформировалось в таком доме, возле такого нечестивого человека. В этом вина отцов. Из-за этого Господь и наказывает детей. Но не механически это происходит. Не тогда, когда сын избрал другую дорогу, когда сын праведник. Подробнее о курсе на сайте по ссылке в шапке профиля. Регистрация на курс уже открыта.